Да, мы устаём. Мы уступаем, я это говорю во всеуслышании, это моя мечта, мы уступаем в строительстве стадиона. Но, ещё раз хочу сказать, у нас есть два пути развития событий. Откроется национальный стадион Олимпийский, где мы можем спокойно и там играть ни о чём не думать, а здесь или реконструировать стадион, но который никогда не будет сертифицирован у ЕФА для проведения европейских матчей серьёзного уровня, потому что мы никогда не построим стадион на 31 тысячу здесь. Нам не хватит ни подъездных путей, ни проходимых путей. Мы находимся, вы видите, вот мы с вами сидим, вот эту гора или скала, хотите, как её назовите, мы её двинуть не можем никуда, потому что тут плавуны, он поплывёт. Мой контакт с мэром города, он движется, и я надеюсь, что всё-таки будет нам предоставлена площадка, и мы построим Динамовский стадион, пускай он будет уютный, затяжный. Меня вполне устраивает такой стадион именно для нашего клуба, такой, как построен Днепропетровский на 31-35 тысяч мест. А если потребность наших болельщиков будет в том, чтобы заполнялся стадион Олимпийский, то мы будем его снимать в аренду и будем играть так, как это было раньше матча религию чемпиона трассы. А как найти в Киеве место, в центре места для нового стадиона? Смотрите, предлагались несколько хороших мест, предлагались для строительства, реально, потому что говорить о том, что ничего не предлагалось, это будет неправда. Их всего, напевно, 5. Нам предлагалось место, выезд на Бориспольскую трассу в стороне 5-6 километров. Скажите, это нормально для Киевского Динамова на Бориспольской трассе где-то в стороне 5-6 километров построить стадион? Ливоненко и так на футбол не ходит, а так его и трактором не затягивает. Если так, то нет. Если будут играть, я песком приеду. А хотелось бы, чтобы приходил. Ну, за местом не так, не совсем так. Согласитесь, потому что киевский болельщик, привыкший или к Олимпийскому стадиону, или к Динамовскому стадиону, ему будет очень тяжело. А мы будем говорить, ну, 4-5-10 лет пройдет, а не привыкнут. Так нельзя говорить. Значит, ищут и... А переделать Спартак, Темп, что там еще есть? Старт, Старт. Невозможно. Не подходят тоже? Невозможно. Критерии переделать, можно сделать хорошее поле, хороший сам стадион. Нужны подъездные пути. Выход зрителей. Метро рядом желательно. Метро рядом желательно. Вадим Рабинович зараз скажет, что он купил Старт. Бористо, заколос. Купил Старк, однако не зрозумело, если это коммунальная властность места, что, напевно, он его... Ну, купил, значит, он его реконструирует, посмотрим, может быть, какие-то новые технологии, когда можно на 2-3 гектарах построить стадион, там, по-моему, не больше. Я не верю в это. А место на Печерске, где стоит пляма стадиона Арсенал? Там вообще нету возможности ничего построить, потому что там, насколько мне известно, там нету выхода вообще никаких. Там просто стадион в яме и не более того. А какие еще места? Места ипподрома? Самое лучшее место, ипподром или выставка. Там полно места на выставке сельскохозяйственной, там очень есть в стороне, там можно построить стадион. Но, опять-таки, это собственность и городская, и держа управления администрацией, по-моему, президента. Продолжение следует...